Мы там сказочные феи, и у нас все это происходит по мгновению волшебной палочки. Да ну это типа, не, это не мужское, типа, что это, кондитер, кабулки печь. Для того, чтобы работать в Грузии, наверное, нужно родиться в Грузии. Корзиночку с белковым кремом, там, какой-нибудь медовичок такой прям прослойный. Но мне так хочется верить, что он, ну и вот тут я готова прям обмануться. График сверхурочный, работа без выходных, это же, ну, такие, они без следа не проходят. Так я это умею. Давайте идем дальше. Всем привет, меня зовут Валера Садко, я шеф-кондитер и решил раскрыть разные интересные темы общепита. И в принципе общепит в целом, но углубляясь, конечно же, больше в кухонную, ресторанную тематику. Для этого себя я пригласил в гости сюда Алену Гладкевич, моего двух хорошего друга и бывшую коллегу, для того, чтобы рассказать, что же на самом деле творится на кухне. Здравствуй, Алена. Привет. Расскажи мне, пожалуйста, что такое вообще для тебя быть кондитером? Слушай, быть кондитером для меня это не про работу, это про, не знаю, про большую часть моей жизни. Однажды, решив сменить работу, решив сменить сферу своей деятельности, я стала кондитером. И теперь это, наверное, образ жизни. Как ты пришла вообще к этой идее и вообще к профессии кондитера? Слушай, у меня нет какой-то такой истории о том, что в 16 лет я выбрала, что я пойду учиться и там из года в год, нарабатывая скиллы, нарабатывала какое-то образование. Просто в 25 я решила, что больше не хочу быть энергетиком. Что мне нравится кухня, но, наверное, мне повезло не стать домашней пекушей, чему я очень рада. И я пошла на курсы, и из курсов, собственно, попала, пускай и на частную, но на кухню, в цех. Вот, поэтому и дальше уже ступенька за ступенькой я как пошла, шла вообще пить по разным его сферам. Вот вопрос про домашних пекуш, мое самое любимое. Вообще, почему ты не осталась вот в этой сфере? То есть почему ты решила переступить порог производства и пойти именно на кухню? Ведь ты готовила дома, делала какие-то вещи на заказ, там, большие, небольшие. То есть что послужило толчком, или почему ты решила вступить на кухню? Слушай, наверное, попав один раз на профессиональную кухню, я поняла, что масштабы домашней кухни — это совсем другое. Это не про, не знаю, может быть, это звучит очень двояко, но, наверное, это не про профессионализм и не про объем. И, ну, поэтому мне не очень это близко. Мне нравится, когда масштабно, мне нравится, когда это, когда ты видишь результат, когда ты становишься и, там, за три дня делаешь 300 тортов. Это невозможно в масштабах домашней кухни. И, ну, это совсем другой кайф, когда ты попадаешь на кухню, которая предназначена и оборудована для этого. Когда тебе не нужно делать миллион действий ради того, чтобы достичь, там, крохотного результата. Когда у тебя есть материалы, есть объемы и есть мощности производства для того, чтобы делать это качественно и масштабировать свою деятельность. Сколько лет ты уже работаешь кондитером, в принципе? Наверное, пять. А как вообще окружающие реагируют на твою профессию? Вот твои друзья, твои знакомые, твой муж. То есть как оно влияет на тебя? Их реакция, допустим, когда ты представляешься им, что вот я кондитер. Это очень больная для меня тема, наверное. Ну, не то, чтобы больная, но я прям понимаю, что я остро реагирую на это. В плане я ценю и уважаю каждый труд. Ну, в плане того, что в каждой сфере деятельности есть свои сложности. Но, наверное, к трудностям работы на кухне я отношусь особенно трепетно, потому что я там работаю. Поэтому, когда я говорю, что я кондитер, а в ответ я слышу, «М-м-м, ты готовишь вкусняшки?» Наверное, это кондитер, потому что ты любишь сладкое. Для меня это такое, ну, это очень не то, чтобы обесценивает мой труд, нет, но это какая-то слишком легковесная для меня история об этом. И мне кажется, что на сегодняшний день при таком объеме информации, которая существует, ну, можно прокачаться и узнать, что же все-таки стоит за этой работой в том числе. Вот, поэтому я... Мне приятно, наверное, что люди думают, что это работа из разряда, мы там сказочные феи, и у нас все это происходит по мгновению волшебной палочки, по взмаху. Но слушая такое рассуждение, у меня, конечно, это вызывает такое очень двоякое чувство всегда. Ну, я здесь с тобой соглашусь полностью, каждый раз сам смеюсь на тему того, когда мне... Больше всего у меня вызывает такой резонанс, это типа «ты печешь тортики». Да, ты делаешь вкусняшки, ты печешь тортики, а, ну, как бы... А ты такой думаешь, да, 12 часов стою в цеху, я именно вот так могу описать свою деятельность. Вот, но при этом я понимаю, что это работа, которая вызывает у людей такое, знаешь, определенный... У этой работы есть определенный шарм в плане того, что люди считают, что это что-то такое, вот знаешь, это про радость. Ну, наша работа, так или иначе, она про эндорфины, про то, что наша работа, результат нашей работы приносит людям удовольствие. И не зря мы с тобой много раз обсуждали то, что в тяжелые времена люди едят больше сладостей, им это... Они сильнее этому подвержены. И поэтому, ну, мне кажется, мы такие немножко нивелируем сложные времена. Ну, да, я же всегда старался на работе говорить на тему того, что мы кондитеры, наше крыло приносит радость. Да, и мне кажется, отчасти мы сами находим в это какое-то успокоение. Ну, то есть мы понимаем, что наша работа нужна в любой момент, и в тяжелой особенно. И принося пользу другим, мы где-то себе чуть-чуть помогаем. А вот вопрос, кстати говоря, на тему того, что принося другим, принося себе. Насколько важна для тебя обратная связь от гостей, от потребителей, или от окружающих тебя людей, для которых ты делаешь это? Да, очень важна, наверное. Ну, не, наверное, точно важна, потому что, к сожалению, не видя этой обратки, ты погружаешься в какое-то такое очень ровное ежедневное состояние. Все-таки эта обратка дает какой-то эмоциональный посыл. И, к сожалению, так складывается, что, находясь по ту сторону, не работая напрямую с гостями, ну, то есть мы же не стоим за прилавком, мы не работаем на заказ в плане, что вот ты сделал торт, и ты отдал его человеку, и ты видишь там улыбку на его лице, разочарование, ты видишь какую-то эмоцию. Мы, работая на кухне, в цеху, мы не видим этой первой реакции потребителя. Поэтому очень важно, чтобы она поступала хотя бы каким-то образом, иначе ты просто... До нас доходит чаще всего только негативная обратка. Вот в чем проблема, наверное. И иногда очень не хватает позитивного какого-то отзыва от гостя, потому что, ну, то есть ты вот работаешь, 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 и вдруг там твои рабочие чаты взрываются тем, что гостю не понравился десерт. А все, ах, там все разваливается. Да, и то есть как бы, а там, допустим, до этого, возможно, было там 10 положительных отзывов, но, к сожалению, их не передали, не посчитали нужным. Ну, из разряда, когда все хорошо, то все хорошо, а когда плохо, то мы об этом как бы трубим там во всеуслышание. И вот этого не хватает иногда. Ну, то есть поэтому... Поэтому очень люблю ходить в места, в которые работаю. Ну, то есть как бы мне нравится наблюдать за реакцией потребителя непосредственно вот на точке. То есть когда ты идешь и смотришь, там... А вот ребенок выбирает пирожное вот так, а взрослый вот так. А вот этого человека ты видишь каждый день в кофейне, потому что ему нравятся круассаны в этом месте. И он приходит именно за ними. И, ну, ты каким-то... Не то чтобы искусственным образом, но ты пытаешься получить эту обратку в такой реакции гостей, между собой, ну, между сотрудниками, от руководителя, вводя где-то на какие-то эти разговоры и говоря там, что, ну, это нужно, иначе мы просто выгораем быстрее. Вопрос, вот интересно, взгляд профессионала со стороны потребителя. За все время работы с тобой у тебя очень классно вот это вот... Ты когда делаешь какой-то десерт, какой-то торт, какое-то, то есть изделие, да, ты очень хорошо всегда задумываешься на тему того, чтобы как донести до гостя, понравится ли это гостю или еще что-то. И как эту идею или эти мысли, вот такой же подход можно попытаться привить всей команде или, в принципе, то есть привнести в работу? Я не знаю, как это привить, но мы практиковали то, что мы просто ходили по заведениям и становились на место нашего потребителя. То есть, ну, я прям фанат того, чтобы ходить по разного рода заведениям и везде пробовать десерты, смотреть на то, как это, как приносит его мне. И поэтому, создавая, когда мы обсуждаем концепт какого-то десерта, для меня важно, ну, то есть, чтобы это было эстетично. Прям у меня есть пунктик. Да, возможно, в объеме это немножечко уходит, но обсуждая, как это должно выглядеть, всегда идет на скидка на это, но при этом хочется, чтобы визуально... Мы едим глазами изначально. И поэтому вот составляющая того, что десерт должен быть таким, чтобы его хотел, именно его тебе хотелось взять с ветрины, ну, мне кажется, это прям чуть ли не важнее вкуса, но прям вот наравне. Визуалочка продает, нужна визуалочка. Да, как мы с тобой смеялись, что десерт должен быть зыркий. Мы создаем, в первую очередь, зыркие десерты. То есть, ну, не знаю, я думаю, не существует такого слова, но видя, как ты знаешь, как ты приходишь, это такой, из всех вот этот мой, он ждал именно меня. И уже потом мы абсолютно... Ну, ведь, да, пошла тенденция того, что внешность отражает то, что внутри, ну, не всегда, но часто. И вот эта вот история там с фруктами, что в лимоне лимон, там в малине малина, это немного облегчает выбор, потому что ты примерно понимаешь, что внутри. Но все равно эстетика, она... Ну, мы приходим за этим. То, что попроще, то, что не такое... Не то, чтобы попроще. Блин, как это так сформулировать? Ну, в общем, первое впечатление, оно в людях, в десертах, в местах, оно все равно проходит прям ниткой. Как приучить насмотренность? Ну, в этом прям, мне кажется, 90% того, что ты просто впитываешь, насматриваешься, пробуешь, и только так, ну, как бы у тебя складывается вот эта картинка в общем. Ну, вот вопрос про как научить. Вообще, насколько важно, в принципе, образование какое-либо в сфере деятельности общепита, или даже, допустим, когда сотрудник приходит, насколько важно образование, иметь образование. Вот, допустим, я отучился 5 лет в техникуме, да, там год отучился в институте, бросил, что мне дают там ту же самую информацию, то есть я решил, что мне 5 лет к техникуму достаточно. Ну, вот ты считаешь, вот ты вообще, то есть, как ты вот этот вот процесс прошла? Мне кажется, я до сих пор прохожу. И весь этот мой вечный синдром самозванки на кухне в том, что у меня нет специального образования. Все, все мое образование — это мой навык. И, ну, прям, мне кажется, существуют две огромные категории сейчас на кухне. Это люди с образованием и люди, которым, придя на кухню, нужно доказать, что тебя должны взять, потому что у тебя есть навык. И отчасти мне всегда казалось, что люди, имея образование, у них как бы, знаешь, такое, типа, льготная очередь, назовем это так. Потому что, ну, как бы, у тебя есть образование, соответственно, тебя этому учили. А когда ты приходишь и говоришь, здравствуйте, я вот в 26 решила, что я теперь не энергетик, а я на кухне хочу быть. Тебе говорят, а почему мы тебя должны взять? Но и вот тут ты начинаешь как бы пытаться навыкам показать, что ты умеешь, чтобы тебя взяли. Но при этом для меня всегда была загадка, когда ты видишь на кухне 18-летних ребят, которые говорят, ну, как бы, вот мы учимся в колледже, и мы априори настолько круты, что ваши эти там опыты и сколько вы лет отработали, это вообще ничего не значит. У нас есть корочка и все. И поэтому первое впечатление, да, его нужно произвести человеку с образованием и без. Но как будто у тех... Блотной билет. Да. Диплом образования, блотной билет. Да, и вот вопрос дальше, что ты делаешь с этим билетом. И поэтому, не имея образования, но имея синдром самозванца, или имея образование, но продолжая желать развиваться, вот такие люди, мне кажется, более успешные, а не те, кто получил там... Ты получаешь... В образовании ты получаешь навык и... Ну, минимальный навык, больше теорию, который ты либо воспользуешься, либо нет. А дальше вопрос твоего самообразования. Ты можешь ходить на работу, делать из-за дня в день монотонную работу, самую низкоквалифицированную. И при этом неважно, ты проведешь на кухне 10, 20, 30 лет. Ты будешь иметь очень ограниченное число навыков. А если тебе интересно, если ты этим горишь, то ты будешь заниматься самообразованием, ты будешь нарабатывать механический навык, который, к сожалению, нарабатывается только... Вот ты становишься и делаешь сотнями одно и то же действие. И тогда ты его нарабатываешь, что можешь сказать. А то, что ты там один раз ходил на мастер-класс, либо ты там 5 лет отучился, это уже немножко о другом. Это, ну... Возможно, это о планомерности достижения цели. Но в 26 меня не взяли с техникум. Имея высшее образование, не смогла попасть в кулинарный техникум, чтобы научиться делать булочки. Ну, а в нашем колледже, собственно, так и пропагандировали, что нас научат делать булочки. И я такая, а, ну нельзя, значит, я пойду на кулинарные курсы. И вот мне муж подарил кулинарные курсы. И я пришла, и там женщина с хлебозавода, у которой огромный опыт, учила нас крутить ушки из слоеного теста. И как? Из покупного. Бабушки Ани. Дорого курсы стоили? Слушай, курсы стоили... Я могу сейчас соврать. Мне кажется, долларов 200 стоил месячный курс, где меня учили крутить ушки из слоеного теста. Мы делали трубочки с белковым заварным кремом. Это вообще отдельная моя боль. Вообще никогда не понимала этого. Это у меня основная травма психологическая, лебеди из заварного теста. И я такая... А, ну, собственно... Так я как бы... Я тоже умею купить в магазине тесто. Мне как бы не очень это интересно. И я стала искать другие курсы. Онлайн, живые. Но у меня проблемы с онлайн-обучением. Для меня это своего рода пытка. Вот. Поэтому я старалась живьем сходить, послушать, посмотреть. Ну, то есть получить какой-то механический навык в том числе. Вот. И тут я такая... Ну, наверное, мне нужно... Мне нужно было бы пасть вот на эти курсы в 200 долларов, чтобы так... А, так я это умею. Давайте идем дальше. Как бы этот этап мы прошли. Поэтому... Когда ты задумалась о том, чтобы прийти в профессию, да, там, кулинарии или, там, кондитерка-точка, или, там, пекарская история, то есть было ли у тебя какое-то представление, как ты это видишь вообще само для себя? Наверное, нет. У меня не было такого. У меня не было, наверное, ни ожиданий, ни какого-то прям далеко идущего плана. То есть мне... У меня была цель попасть на кухню. Мне прям это было интересно. И я хотела в этом развиваться. И я пришла и такая... А теперь у нас там следующая цель, и мы идем постепенно. Нет, у меня не было ожиданий. Я понимала, что это сложно морально, физически, потому что... Потому что я до этого работала в таком графике. И, наверное, отчасти я шла за этим. За вот этим вот, знаешь, когда ты выходишь, отстояла 12 часов, у тебя болят ноги, болит спина, и ты такой, кайф. Вот ты поработала уже в нескольких проектах, насколько я понимаю. Они были для тебя абсолютно разные между собой. Сейчас ты сменила страну уже, да? То есть ты успела поработать в Грузии. Есть ли какие-то общие черты между этим собой? Или разные черты? Между разными предприятиями? Вообще разными. Даже не то, что... И разными проектами, и разными странами, и подходе к ведению. Ну и самого простого. Для того, чтобы работать в Грузии, наверное, нужно родиться в Грузии. Нужно иметь прям особенность менталитета. Но поработав в Беларуси, в России, абсолютно точно важно понимание руководителя, и важен порядок на кухне, какой бы он ни был. Ну, в плане уровень жесткости требований разный, но в беспорядке ничего не рождается. Поэтому из тех проектов, где я работала, ну, так сложилось, что до последних три проекта, это проекты, в которые я приходила, ну, в состоянии, когда они начинались, можно сказать. Что-то перерождалось, что-то начиналось прямо вот с нуля. И, ну, интересно наблюдать за тем, как выстраивается эта система. Но хотя бы у кого-то в голове должно быть понимание, куда идем. За почти уже полгода находясь в Грузии, то есть здесь это есть? Ну, здесь я побывала в двух местах, на двух кухнях я поработала. Нет. Мне попались те, где не было. С чем это связано? Слушай, для меня отчасти, в большей мере, это было связано с тем, что люди не ценят время своих сотрудников. Ну, то есть, как бы, вот эта история о том, что здесь существует определенный кайф от жизни и вот эта расслабленность, для меня за этой расслабленностью скрывается бездействие. Когда мы можем назначить дегустацию на 7, а начнем ее в 9. И давайте мы вас накормим, напоим вином, а мне не нужно это. Ну, я хочу, придя на работу в 7 утра, как бы я не любила свою работу, понимать, что если у меня стоит дедлайн в 7 вечера, я хочу провести эту дегустацию в 7 вечера и пойти заниматься своими делами. Я могу пойти точно так же пить вино, но это будет мое личное время. А когда считается, что, ну, вот тебя наняли, и как бы теперь ты играешь под эту дудку и готов быть бесконечно лоялен, но по итогу сроки раздвигаются, мы не можем ничего выдать вовремя. И это не связано ни с нашим профессионализмом, а с тем, что, ну, вот мы заказали ягоды, а мы решили сегодня ягоды не покупать. Но решили не предупреждать вас об этом. И вот это меня прям раздражает. И мне, ну, мне некомфортно с этим работать. А касаемо, есть ли принципиальные различия касаемо санитарных правил вообще, в принципе, со структуры работы, то есть прям характерные особенности между всем этим? Ну, то есть что ты для себя видишь такого прям кардинального из ряда вон выходящего? Мне кажется, здесь их нет. Ну, то есть, пускай, если я не права и кто-то расскажет о том, что я не права, я прям искренне порадуюсь за местный общепит. Но их как будто нет. Ну, то есть, начиная от того, что можно позволить себе прийти на кухню в верхней одежде, встать и начать готовить, заканчивая тем, что, не знаю, оборотная тара, что это вообще такое? Ну, то есть, и... Ну, для меня это определенный, как бы, определенный триггер. И у меня это вызывает недоумение. И то, с чем мы сталкиваемся здесь, что то ли это здесь настолько упрощено, и просто мы в силу своей там уже определенной закостенелости не в курсе и такие, ой-ой-ой, он работает не то чтобы без перчаток, а просто вот он шел по улице и встал на кухню, и как бы, какая одежда, какие шапки, какие перчатки, какие ролики для одежды. Ну, то есть, вспомни, когда мы объясняли, что такое ролик для одежды, чтобы официанты не приносили волосы на кухню, на нас посмотрели просто как... Эмалишенных. Да. И он нам стал объяснять, где мы можем себе купить такой ролик. А мы как бы в курсе, где мы можем себе его купить, но он нам нужен на кухне. И, ну, вот эта грязь, ну, она, мне кажется, только усиливает вот это вот ощущение бесконтрольного беспорядка, без какой-то, знаешь, вот... Вот у тебя дома бардак, условно, в голове бардак, и ты не можешь в этом бардаке создать что-то уникальное, что-то такое... Ну, как же из хаоса рождается порядок и бурная или бурная фантазия? Слушай, хаос и грязь — это разные вещи. Наверное. Одно дело, когда у тебя разложено на столе ровно так, как тебе нужно, и для кого-то это бардак, а для тебя ты знаешь, где у тебя что-то лежит. Творческий беспорядок. Да. А другое дело, когда ты приходишь с вечера, оставив грязную посуду, потому что это прописано в твоем контракте, что не ты моешь посуду. А ты приходишь, а она как бы продолжает тебя ждать. Все так же грязное. Вот. Это дико. Потому что здесь уже вопрос... Ну, это вопрос не рабочих взаимоотношений, кому какая должность и кому какие обязанности, а вопрос того, что, ну, это ненормально на кухне. На кухне должно быть чисто, потому что иначе там появляется все, что появляется. Никто... Ну, все из нас видели кухню с тараканами, с крысами. Ну, то есть... Это небольшое удовольствие там работать. Поэтому, ну, вот это странно для меня. Видишь ли ты какие-либо принципиальные черты вот в плане того, что вот мы, гуляя по нашим заведениям, там, питерским, российским, не знаю, по-французским, еще каким-то, да, мы видим разную кондитерку. То есть мы видим разные изделия, разный уровень, разные виды, варианты, в том плане, что есть какое-то разнообразие. Вот, например, в Минске есть заведение, там, где ты можешь купить такую советскую кондитерку, корзиночку с белковым кремом, там, какой-нибудь медовичок такой прям прослоенный. И тут же может рядом находиться где-то заведение такие чисто с европейскими десертами, там, тарты, тарталетки, не знаю, формовые вот эти вот десерты от производителей. Есть ли здесь это? Насколько оно это здесь развито или разнообразно? Мне, опять же, субъективное мое мнение о том, что, наверное, Грузия еще до этого немного не дошла. Ну, то есть она как бы, типа, туда идет, но еще вот эта история о том, что нам не нужен десерт, мы прекрасно едим... Здесь самый популярный десерт – это медовик, по сути дела. Ну, то есть если отбросить там выпечку в виде када, которая есть везде, и чаще всего им можно забивать гвозди. Не знаю почему. То в основном здесь едят медовики, пластовые пирожные. Но когда ты приходишь в какие-то заведения, они все говорят о том, что мы хотим... Ну, нам нужен европейский десерт. И когда мы создаем линейку, они говорят, мы хотим, вот, как во Франции, нам нужны французские. Мы знаем, что такое макарон, они нам нужны. Мы знаем, что такое эклер, нам они нужны. Но по итогу, когда они видят этот продукт, они говорят, наш потребитель не готов это покупать. Возможно, это связано с покупательской способностью людей. Здесь не такой высокий уровень дохода, а среднестатистический. Если мы говорим о доходе человека в тысячу лари в месяц, и при этом о десерте в 14 лари, да, это странно. И я поверю в то, что местный рынок к этому не готов. Но у них все есть. У них есть ингредиенты, у них есть формы, у них есть продукты сезонные в таком изобилии, что России и Беларуси вообще-то не снилось. Ну, то есть, как бы, когда мы во Владивостоке ждали сезон ягоды и пользовались там в основном китайской клубникой, например, да, то здесь местная клубника появляется в мае. Сейчас идет уже второй, второй, как бы, поток, грубо говоря, заканчивается. И когда эти фрукты стоят копейки, они доступны, они внешне и по вкусовым качествам идеальны. У вас, ну, и для меня это, знаешь, какой-то как нереализованный потенциал. Но, возможно, это потому, что мы сюда такие приехали со своим вот этим пониманием о том, что сезонные десерты, сезонные продукты, европейский десерт. И мы такие, ой, так тут можно. Может быть, это им и не нужно. И они, может быть, сами до конца не понимают, что им нужно. Поэтому, да, здесь существует несколько заведений, которые идут в этом направлении. но они в меньшинстве, в очень большом меньшинстве. И в основном здесь то, что не требует холодильного хранения, то, что не требует какого-то особого там супернавыка. Ну, вон, зайди на рынок, здесь продаются бисквиты пластами. Я не видела. И со времен вот этих коржиков в магазине я не видела такого. Не забывай, что там были не только бисквиты, еще и слоеное тесто, там есть слоеное тесто, все. И зайди потом в какие-то кондитерские, такие, ну, ты увидишь все то же самое. Хотя, нужно отдать должное тому, что эти витрины выглядят по-богатому. То есть, есть заведения... Чистый грузинский шик. Да. Есть заведения, куда мы с тобой такие приходим, и вау, и там поток, и там по-богатому. то есть, и это выглядит прям, возьмите нас, купите нас. Где, человеку не нужен вот этот твой, знаешь, ну, муссовый десерт. Ему нужен прям коржик, можно даже в одноразовом контейнере. Но, это понятно, им это вкусно. Но, другой, видишь, момент в том, что мы попали сюда в то время, когда здесь существует сейчас огромная экспатская диаспора, ну, условно. Здесь стало очень много русскоговорящих людей, для которых это понятно. Но местный рынок не, не то, чтобы не отреагировал на это, не попытался адаптироваться или развивать его как-то, чтобы... Когда мы говорим о том, что, так вы находитесь в районе, в оке, который может позволить себе в основном экспат, потому что там живет сейчас огромное количество айтишников, которые привыкли к этой цене, которые могут себе это позволить. И это может дать возможность вам заработать. Мы не говорим, что это единственно верный ваш путь, но у вас есть возможность попробовать. Они такие, ну как бы, да, но нет. Ну вот я смотрю, здесь есть заведение очень крутого грузинского шеф-кондитера, да, он открыл его, он обучался в Америке, там много разных вещей, там в Инстаграм листаешь, ну очень круто. Но вот даже приходишь к нему в кондитерку, то есть в кондитерскую и видишь, что все равно что-то, ну то есть либо не дотянуто, либо сделано с каким-то таким отношением, ну то есть и при этом даже он, открывая кондитерку, он попытался сделать одновременно два разных формата. Он попытался сделать вот эту историю слоеное, 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 бисквите-крем, бисквите-крем и есть витрина, где десерты такие прям на подложках, все брендированное, классное, да, фигуристое, такое разнообразное. Ну то есть что это? Это попытка на елку залезть или ну то есть попасть в несколько целевых аудиторий или как? Слушай, ну давай честно, это заведение находится в таких как бы слов такое подобрать, в отдаленном, в настолько отдаленном районе, что вообще есть ощущение, что мало кто о нем знает. там, наверное, попытка тот опыт, который у него есть, привнести сюда. Вкусово десерт это всегда про вкусовщину во многом. Ну то есть это все равно ты имеешь в виду на любителя. Да. Тебе нравится кислое, мне нравится сладкое, кто-то любит шоколад, а кому-то вот дай корж и все, и больше ничего не нужно. И это всегда очень субъективно. Но то, что касается вот этих попыток, блин, мне очень сложно. Я всегда попадаю в такие места, знаешь, пытаюсь найти и что-то хорошее, и что-то, ну, и при этом не потерять объективность. Конкретно там, да, там есть десерты европейского вида, привычного, вообще прям, ну, если закрыть глаза и абстрагироваться от места, то эти десерты могли бы оказаться на витрине заведений, которые про французские такие десерты. Но здесь тебе его подают в одноразовые пластиковые тарелочки. И без приборов, на минуточку. И без приборов. И говорят, если ты хочешь его здесь съесть, ну, давай. вот это странно. Ну, то есть, как бы, мы подумали о том, что нам нужно купить подложки брендированные, мы подумали о том, что у нас десерт с фисташкой-фисташкой, например, как мы с тобой пробовали. Но как твой гость будет есть этот десерт, тебя вообще это как будто не касается. И при этом у них есть посадка, но нет приборов, например. и такой, а, ну, типа, а что делать? Ну, ну, ладно, пойду, там, не знаю, одноразовую вилку себе куплю где-нибудь, чтобы попробовать, очень хочется попробовать. При этом, не знаю, здесь, видимо, эти десерты не настолько проходимы, то есть там есть определенный баланс, и есть и такие, и такие, возможно, они пользуются спросом. Но при этом я не могу там, например, забыть то, что мы пришли в самую распиаренную кондитерскую и прекрасно там отравились. И, ну, и вот это, ну, вот это вызывает у меня вопросы. Да, мы нигде не застрахованы от того, чтобы отравиться, покупая десертом в 3-5 раз дороже, чем все остальное на местном рынке, мне хотелось бы верить, что за эти деньги можно получить качественный продукт. На всем вот этом вот пути, сравнивая все, что у тебя было, да, смена стран, смена разных проектов, что тебе далось тяжелее всего именно в профессиональном плане? Слушай, мне в любом проекте очень сложно перебороть ощущение самозванки. Я все равно остаюсь вот этой, знаешь, которая, приходя на новую кухню, такая, ну, а теперь мы заново будем доказывать, что у нас нет образования, но есть опыт. И вот это мне дает сложнее всего. Ты же понимаешь, что все равно вот это вот доказательство, оно идет из раза в раз, потому что любой человек, приходящий на новую работу, он должен проявить себя каким-либо образом, показать, кто он есть, какой он профессионал, что он умеет, что он знает. Это же не про самозванца. Либо это самозванец или сидит в каждом из нас, потому что это в каждый раз может происходить. Да, но для меня, наверное, вот этот вот момент, то есть для меня этот момент так или иначе связан со всей адаптацией. Понятно, что приходя на новое место, попадаешь в новый коллектив, в новый ассортимент, и ты начинаешь, как будто реально начинаешь все это сначала. Но, наверное, сложнее всего то, что последние два года все мои новые проекты, это так или иначе адаптация в новой стране, в новом коллективе, ощущение того, что ты приехал, у тебя есть я, ну, условно, и все. И сколько бы, сколько бы ты не тратил времени на работу, все равно вот у тебя твой мир сужается очень сильно. И эта адаптация рабочая связана с личной адаптацией. Это для меня сложно. Плюс для меня есть определенная сложность адаптации в плане иерархично выстроенных предприятий. то есть, ну, я была выращена так, что есть определенная иерархия, есть определенная структура. И если я прихожу, эта структура и нет, я, наверное, немного теряюсь. И мне хочется ее, ну, прощупать, увидеть. Есть интересный вопрос тебе как девушке. Я за свой опыт работал в разных предприятиях, работал с иностранцами, работал с нашими, да, русскими, русскоговорящими коллегами и руководителями. Есть такая интересная тема, связанная с тем, кто работает на кухне. Если в наших реалиях, да, то есть, есть четкое разделение горячий цех, это вот парни, мужики, холодный цех, ну, там, 50 на 50, как повезет. И вот кондитерка это чисто такое, чисто женское, чисто девичье. Но при этом сейчас уже, слава богу, это понятие отходит, хотя все равно вот эта вот закалка постсоветская, она остается. И даже когда дети учатся, они все равно, то есть, у них вот это, ну, это типа, не, это не мужское, типа, что это, кондитерка, булки печь. А в европейском плане или в том же самом на американском, наоборот, девушка на кухне, это как женщина на корабле воспринимается, да, в команде. И, то есть, многие иностранцы, когда приезжают на нашу кухню, они такие, типа, боже, у вас столько женщин на кухне, особенно, как те же шеф-кондитера, мужчины. В какой степени ты сталкивалась с сексизмом на кухне, в профессии своей? Слушай, наверное, мне очень искренне хотелось бы верить, что кухня, это не про мальчиков и девочек. Это про то, что есть профессионалы, и у них не то, чтобы нет пола, но кухня, это не место, где позволительные лишние эмоции, где вот эти истерики, ну, как бы, это не про, это не профессионализм. И, наверное, видишь, я попала в то время, когда основное, основную насмотренность я нарабатывала на том, что клевые шефы, они преимущественно мужчины. И это такой, знаешь, момент всегда, типа, вау, ну, и учиться всегда больше почему-то визуально хотелось именно с мужской подачей, потому что это всегда по-другому. Но, не знаю, насчет сексизма, и да, и нет. Потому что, я не думаю, что это связано именно с тем, что женщинам на кухне не место. это просто девочки позволяют себе чуть больше фонтанировать эмоции, которые, ну, не знаю, ни мне, ни как коллеге, ни как со стороны, мне тоже некомфортно с этим работать. Да, я понимаю, что я тоже иногда могу там где-то так себя повести, но стараюсь всячески себя осекать о том, что, ну, как бы, работа – это про работу, это не про сопли, слезы, не про истерики, хотя эмоционально, да, это прям сложно. Вот ты сказал о том, что вот когда приходит там шеф, и он мужчина, типа, это такое вау, а что в принципе у тебя, какое у тебя отношение с кумирами какими-либо в кулинарной сфере? Есть ли они у тебя, какие они, или какими ты их видишь, или что не про кумира? Слушай, у меня, наверное, не про кумира, а про восхищение, ну, то есть нету конкретно одного человека, который бы такая, я вот, я хотела бы, я вот хочу сделать ровно как он, но работа многих шефов меня просто завораживает, когда это, не знаю, все эти фигуры из шоколада, какие-то просто суперидеальные торты, десерты, ну, то есть у меня это вызывает восторг и восхищение, и как мы с тобой смеялись, вот он сделал скейтборд, и он сейчас еще на нем и поедет, и я смотрю, такая думаю, боже, ну, это же, это просто человек, у него точно так же, две руки, две ноги, ну, как бы голова, и он способен, в его голове рождаются такие мысли, и он способен делать такие вещи, и меня это, даже там чуть-чуть приблизится, меня это вдохновляет, я смотрю эти видео, я подписана на огромное количество шефов, кулинаров, ну, футблогеров, и я прям восхищаюсь, и я пытаюсь впитать вот эту вот эстетику, которую они транслируют, потому что, ну, для меня это очень важно. Ты же понимаешь, что он поехал не на десерт, на скейтборде? Но мне так хочется верить, что он, ну, и вот тут я готова прям обмануться, что вот он его сделал, он еще и на нем поехал, он там сделал эти пятнашки, и он в них поиграл, ну, это круто, но всегда у меня остается, знаешь, такой момент, а в какой момент это становится не про еду? То есть, ну, как бы, в какой момент эстетика уходит настолько на первый план, что это уже не про еду, это про навык работы с конкретным, там, шоколадом, карамелью или другим каким-то видом десертов. Вот ты когда видишь, когда профессионалы, вот те же самые, да, на пространстве соцсетей выпускают какую-то много-много, кто-то линейки десертов, кто-то что-то постоянно новое создает, делает, тебя это мотивирует или домотивирует больше? Меня это мотивирует скорее. Иногда мне кажется, что это какие-то суперлюди и, возможно, у них больше часов в сутках, возможно, они обладают какими-то супернавиками тайм-менеджмента и все это успевают делать, возможно, и, скорее всего, за этим стоит целая команда. И, да, меня это мотивирует. Я не могу сказать, что у меня на сегодняшний день есть, там, знаешь, цель, что я, там, не знаю, хочу стать шеф-кондитером, и вот мне прям важно получить эту, там, лычку или выпустить, там, свою линейку. Но, смотря на них, мне хочется, как будто, знаешь, стать чуть лучше, чуть получить больше навыка, чем я умею сейчас и все равно идти, вот, как бы, к этому. Вот есть кумиры и среди них тоже есть разного формата и уровня личности. Как их, можно ли их отличать, как-то между собой? Потому что мой опыт показывает о том, что есть куча профессионалов, которые продают себя и при этом не имеют до конца проверенной базы под собой. В том плане, что они дают те знания, которые они до конца даже, ну, не проверили на сто процентов, не убедились в них, что это так. Ну, то есть, каким образом их можно собой, между собой, между собой отличать? Слушай, мне кажется, это целое искусство. И оно очень двухстороннее, потому что, с одной стороны, существует куча непрофессионалов, людей, которые даже никогда не были на профессиональных кухнях, по сути дела. И они сами себе создали бренд, теперь я называю шеф-кондитером, и транслирую информацию, зачастую ошибочную теоретически и неприменимую на практике. Когда мы из раза в раз сталкиваемся с тем, что люди проводят мастер-классы, а рецептуры не работают на мастер-классе не потому, что у студентов руки кривые, а потому, что рецептура не выверена, и она не может сработать ни при каких условиях. И тут как бы вопрос в том, что существуют профессионалы, у которых хороший маркетинг, а существуют люди, которые просто хорошо себя продают. И наверное, только с опытом можно начать отделять одно от другое, когда у тебя у самого достаточно теоретической и практической как бы части, чтобы понять, что где не так. Тут уже, мне кажется, каждый сам себе выбирает кумира и к чему идти. Кто-то хочет виртуозно научиться, не знаю, сосиски в тесте делать, а кто-то хочет делать скульптуры с шоколадом. И это два разных подхода и два разных совсем, две разных сферы. Так и в итоге, подводя к тому, кто для тебя такой шеф-кондитер. Может ли человек-кумир, ну то есть не проработав там какое-то определенное количество времени или не имев команды, то есть кто он такой или каким должен он быть шеф-кондитером, в какой момент ты можешь называться шеф-кондитером? Или это всего лишь пунктик запись трудовой книжки? Слушай, для меня именно понятие шеф-кондитера это должность. Сфера, в которой мы работаем, там сфера общепита, там просто кондитерка, там как ты ее для себя назовешь, это одно. А вот это вот понятие разрекламировано именно шеф-кондитера, ну для меня оно какое-то такое очень зыбко-эфемерное что ли. Имеет ли право, допустим, как современные кумиры, да, называться шеф-кондитерами? Или что для этого нужно все-таки? То есть опыт, запись трудовой книжки о том, что они поработали шеф-кондитерами, все они пошли типа дальше под лозунгом шеф-кондитера? Вот это для меня странно, потому что сейчас на просторах соцсетей мы видим очень много людей, которые такие как бы прошли кулинарные курсы там или чего-то добились, получили один раз этот статус шеф-кондитера, зачастую даже просто, ну да, запись трудовой книжки. И дальше это транслируется вот отныне я шеф-кондитер. Для меня это странно, ну такие, когда я знаю эту историю, такие люди не вызывают у меня какого-то восхищения. Для меня это, для меня то, что ты назвал себя шеф-кондитером, не дает тебе навыка, не дает тебе теоретической базы, ничего тебе не дает, кроме вот этого пунктика. но почему-то сейчас очень популярно именно само вот это, знаешь, ореол, получить именно вот эту запись и назваться именно так. Возможно, это людям дает какой-то, не знаю, уверенности в себе, уверенности в том, что они выдают, но нет. Для меня это то, что дается опытом, дается временем. Хочешь ли ты быть шеф-кондитером? Не уверена. Для чего? Для меня всегда вопрос для чего? Просто так иметь запись трудовой книжки? Слушай, нет. Я, наверное, психологически еще не доросла. Я не могу тебе сказать, что нет, если бы мне сказали, что только я должна быть на этом месте, я бы такая, нет-нет, начала кокетничать? Нет. Ну, как бы я понимаю, что я не готова встать на сегодняшний день и сказать, что шеф-кондитер это такое понятие для меня очень комплексное. Кроме того, что это работа руками, это работа менеджера в том числе. Есть ли у тебя понятие, кем ты себя видишь через какой-либо определенный срок, ну, допустим, через три года? Слушай, мне хочется верить, что я останусь в этой сфере. Пока, наверное, это все, что я вижу. Думаешь, есть шансы, что уйдешь? С нынешней ситуацией жизни, да, очень сложно я себе понимаю, как свое желание работать на кухне связать с тем, что я вынуждена переезжать. И с одной стороны, ты знаешь, кажется, ой, такой клевый опыт, но из разряда я три месяца поработала здесь, потом три месяца поработала здесь, получила там всесторонний опыт, но не знаю. Нет, я, кстати, знаю, чего я хочу. Я хочу все-таки поработать в отеле. И, видимо, это будет какая-то такая для меня вишенка на торте. Как до этого получалось тебя совмещать работу с личной жизнью и с путешествиями? Почему для тебя настолько это резонансно и ты думаешь, что ты не сможешь это совмещать всегда? Потому что я не очень на сегодняшний день понимаю, как на 100% кондитер может уйти в онлайн, потому что это, опять же, вопрос про отсутствие профессиональной кухни. Вот. И как совмещала до этого? Ну, сложно совмещала. Я прям, я фанатка своей работы. Для меня это зачастую уходит на первое место. И иногда мне абсолютно искренне страшно от того, как я люблю свою работу. Потому что нужно работать без выходных месяц? Пожалуйста. нужно работать сверхурочно? Пожалуйста. Нужно забить на какие-то свои вычеркнуть праздники проводы Кристины? Да, к сожалению, я иду на это. И вот тут мне становится знаешь, так как бы немного не по себе. Потому что тут я понимаю, что круто, у меня есть муж, который дорогой, мы летим во Владивосток. и он такой хорошо. И мы собираемся, и три месяца превращаются почти в полтора года. А с другой стороны, я, ну да, у меня есть определенный страх того, что в какой-то момент я становлюсь и такая, а что я делала, пока все заводили семьи, рожали детей и строили свой быт? А я-то где была все это время? Я, оказывается, на кухне была. И да, но это меня пугает. Испытывала ли ты при всем при этом какое-либо истощение, выгорание? Потому что ведь график сверхурочный, работа без выходных, это же, ну, такие, они без следа не проходят никогда. Да, испытывала. Не просто, не просто, знаешь, из-за разряда «А сейчас я выгорела!» Да, ну, начиная от того, что физически это превращалось в то, что там ты не можешь есть, потому что твой организм просто не воспринимает еду. У тебя начинаются бессонницы, потому что ты настолько боишься выйти из этого ритма, что твой организм как будто такой «А, ну, теперь мы не будем еще, не будем есть, не будем спать, мы будем только работать». В какой-то момент весь стресс у меня стал просто выходить слезами. Ну, то есть не потому что мне очень нравится картинно разрыдаться в цеху, а потому что, ну, таким образом, видимо, моя психика в какой-то момент весь этот стресс накопленный стала выводить так. и, ну, блин, выгорание это очень, выгорание это чуть сложнее, чем, на мой взгляд, чем вот это вот, знаешь, все, я не вижу смысла больше дальше работать. Ну, это такое, как бы, это сложно, и его проще предупредить, чем потом с этим бороться. но испытывал ли ты выгорание? Да. И как ты сборолась с ним? Ставила себе новые цели, искала себе новые выходы. И в тот момент, когда мне казалось, что вообще это все бессмысленно, я начинала переосмысливать, а что же, зачем я вообще пришла, что я хочу. А поддерживал ли тебя кто-то в этот момент? Да. Кто? Слушай, к счастью, мне повезло, что у меня есть такая, знаешь, у меня есть двухсторонняя поддержка в этом. С одной стороны, у меня есть семья, которая говорит, да ты у нас все равно самое лучшее, и неважно, стоишь ты на кухне, готовишь, или там, что бы ты ни делал, мы все равно тебя любим, мы все равно тебя поддерживаем. С другой стороны, у меня есть друзья, которые, к счастью, понимают, что такое общепит. И они понимают, что они с ними легко вести этот диалог, когда ты объясняешь, что ты устал, и они понимают, о чем ты говоришь. И на самом деле это прям супер ценно, потому что не быв на твоем месте, до конца тебя никто не поймет. Здорово иметь широкий круг общения, но, знаешь, общепит это такая своего рода тусовка, где чуть легче объяснять, когда тебе нужно меньше слов для этого. Как ты себя вообще мотивируешь в такие моменты? Ну, потому что есть распространенный факт, сколько у меня таких примеров. Кто, ну, это зависит из тебя тоже, опять-таки же, от региона. Кто-то мариванну употребляет, кто-то нюхает, кто-то пьет. У каждого свои интересы, то есть каждый сам по-своему справляется со стрессом, кто-то на таблетках сидит? До таблеток я еще не вышла, надеюсь, никогда не дойду. Но как я справляюсь со стрессом? Слушай, я понимаю, что при всей моей замороченности на работе у меня есть другие сферы жизни, которые... И я такая начинаю, так, а что произошло вот здесь? А что произошло вот здесь? И ставлю себе какие-то меточки, пунктики. Смотрю, чего я уже достигла. И думаю, а не то, чтобы имею ли я право уже выгореть, а как бы, ну, если выгореть на этом этапе, то зачем тогда все это? Хорошо. Напоследок у меня есть к тебе такой маленький квиз. Выбери, пожалуйста, или одно, или другое. Учить или учиться? Учиться. Вкус или обоняние? Обоняние. Пешком или на машине? Пешком. Кофе или чай? Кофе. Утро или вечер? Вечер. Достичь мастерства или быть счастливым? Быть счастливым. Деньги или авторитет? Авторитет. И подводя в итоге, у меня есть такой интересный вопрос. Я как сам профессионал, меня приглашали много раз на открытые уроки, линейки. Я в школу ходил, мотивировал людей на то, чтобы давайте, давайте, вступайте в нашу профессию. У меня к тебе вопрос. Вот ты оказалась на 1 сентября в лицее, колледже, техникум и ПТУ кулинарном. Что бы ты сказала этим детям? Или чего бы пожелала? Слушай, я бы, наверное, пожелала им любить то, что они делают. Прям всей душой любить. Потому что круто иметь моральную, материальную мотивацию, но когда ты любишь то, что ты делаешь, ты делаешь это совсем по-другому. Спасибо большое. Это было классно. Спасибо.